Найдите значение выражения. Как обычно перед просмотром жмите паузу, пробуйте решить. Обозначим то, что нам нужно найти, например, через x. Вынесем под знаком второго корня минус единицу и сразу вынесем ее за знак кубического корня. В результате получим разность кубических корней. 2 плюс квадратный корень из 5 минус кубический корень под корнем корень из 5 минус 2. Для удобства временно обозначим подкоренные выражения, например, через a и b. И сразу заметим, что a и b представляют собой взаимно обратные числа, так как их произведение равно единице. Итак, разность кубических корней из чисел a и b равна x. Возведем обе части уравнения в третью степень. Тогда куб левой части будет равен кубу правой части. В левой части по формуле куба разности получим куб уменьшаемого, который будет равен числу a, минус утроенное произведение квадрата первого числа на второе, плюс утроенное произведение первого числа на квадрат второго, и минус куб второго числа, который равен b. У второго и третьего слагаемых вынесем общий множитель со знаком минус за скобки. В результате левую часть можно будет записать в виде a минус b минус 3 корня кубических под корнем произведения a на b умножить на скобку. В скобках корень кубический из a минус корень кубический из b. И все это должно быть равно переменной x в кубе. Возвращаемся к a и b. Тогда в левой части получаем 2 плюс квадратный корень из 5 минус корень из 5 минус 2 минус 3 умножить на корень кубический из a умножить на b. Но a на b равно единице. То есть получаем корень кубический из единицы. И все это еще нужно умножить на разность кубических корней, которую можно заменить на переменную x. Умножаем на x и приравниваем к x в кубе. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые и все переносим, например, вправо. В результате получаем кубическое уравнение x в кубе плюс 3x минус 4 и все это равно нулю. Один из корней сразу находится среди делителей свободного члена. Этот корень равен единице. А это значит многочлен в левой части нацело делится на двучлен x минус 1. Для того, чтобы выделить в левой части в качестве множителя x минус единицу, вычтем x и прибавим x. Тогда в левой части мы получим x в кубе минус x плюс 4x минус 4. Группируем и в каждой паре выносим общий множитель за скобки. Разность квадратов в первой скобке. Расписываем по готовой формуле и выносим x плюс единицу за скобки. Тогда в левой части получаем x минус единица умножить на x умножить на x плюс 1 плюс 4. То есть окончательно получаем x минус единица умножить на x в квадрате плюс x плюс 4. Дискриминант квадратного трехчлена во второй скобке меньше нуля. А это значит, что квадратный трехчлен не может быть равен нулю. Делим на него обе части уравнения и получаем x минус единица должно быть равно нулю. Откуда x равен единице. То есть мы доказали, что кубическое уравнение имеет единственный корень. Пишем ответ. Значение выражения равно единице. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк и обязательно напишите несколько слов в комментариях к этому видео.